Новый ультрасовременный многофункциональный комплекс сделает ВДНХ одним из крупнейших центров выставочной и конгрессной деятельности в нашей стране. В год здесь можно будет проводить более 200 крупных мероприятий. Старт строительству дал мэр Москвы Сергей Собянин. Он заложил памятную капсулу времени, обращение к потомкам. Так, послание будущим поколениям дороги. ВДНХ-экспо объединит три павильона. Монреальский, 70-й, выставочный, 75-й, где были представлены стенды всех регионов нашей страны и новый, строящийся, 69-й. Высота нового здания будет 38 метров. Общая площадь всего комплекса, который мы возведем, будет 240 тысяч квадратных метров. Внутри будут находиться выставочные залы, концертные залы. Там будет огромное количество фудкортов, мест для досуга горожан и гостей города. 1 августа ВДНХ исполняется 85 лет. Сергей Собянин поздравил москвичей и гостей столицы с этой знаменательной датой. И подчеркнул, что за последние 10 лет выставочное пространство прошло огромный и трудный путь возрождения. Удалось не только сохранить историческое наследие, но и построить новые музеи и культурные центры. Поздравляю с юбилеем ВДНХ. Это место, которое наиболее популярное в Москве как для москвичей, так и для гостей столицы. Благодаря выставке «Россия», которая прошла недавно на территории ВДНХ, мы получили в прошлом году рекордный объем посещений. 35 миллионов человек побывали на ВДНХ. В павильоне «Космос» по поручению президента России Владимира Путина Сергей Собянин вручил коллективу ВДНХ государственную награду – Орден Почета за огромный вклад в реализацию общественно значимых проектов и активную культурно-просветительскую деятельность. Спасибо большое за совместную работу с вами по возрождению ВДНХ, по возрождению общественных пространств, музейных, по созданию культурных исторических комплексов. После павильона «Космос» мэр посетил Дом полимеров, где подробно рассказано о производстве синтетических материалов для строительства различных объектов сельского хозяйства, транспортных, медицинских и других. Там можно узнать много полезной информации. Например, почему над заводами иногда появляются облака, как правильно сортировать отходы и какие виды пластика существуют. Пока экспозиция включает четыре зоны, но скоро их станет еще больше. Дом полимеров ждет масштабная реконструкция. Выставочное пространство планируют увеличить до 2000 квадратных метров, что позволит установить новые интерактивные экспонаты, лаборатории для школьников и студентов разного уровня подготовки и симулятор производства. На ВДНХ посетителей всегда есть чем удивить. За последние годы выставочное пространство стало точкой притяжения москвичей и гостей столицы. Здесь каждый найдет себе занятие по интересам. Очень масштабно, очень красиво, очень ухоженно. Все эти павильоны, все так красочно. Мы вот сейчас идем в Москварию. На ВДНХ мне понравился масштаб всех настроений, зданий. Прям поражает. Очень комфортно, красиво. И я еще и гость столицы. И нас очень впечатляет красота, которая обновляется, поддерживается. Мне здесь очень нравится. 85-летний юбилей отмечают с размахом для посетителей массы сюрпризов, концерты, тематические лекции и мастер-классы. Мария Валиева, Александр Дворников, Артем Давыдов, Александр Черкасов и Дарья Леонова. Вести.